Базилийкомфарный, однолетний растение, полукустарник высотой 45-80 см семейства глубоцветных. Корень стержневой, сильно разветвленный. Стебель прямостоячий, ветвистый, с хорошо развитыми приподнимающимися слабочетариуранными с упротивными ветвями 1-го, 2-го, 3-го, реже, 4-го порядка. Стебели ветви 1-го порядка в нижней части одревесневают. Листья супротивные, короткочерешковые, лептические или яйцевидные, цельнокрайные или низнозубчатые, короткобеловатоопушенные, длиной 2-3 см листья, стебель и чашечка покрытые простыми многоклеточными волосками, среди которых встречаются железки, содержащие эфирное масло. На стебле железки встречаются редко. Цветы белые или розовые, трубчатые, собраны по 6-10 штук ложные мутовки, образующие на верхушке стебли кистевидные соцветия, достигающие в длину 10-35 см цветы зигоморфные, на коротких, слегка отогнутых вниз цветоножках. Чашечка двугубая, трубчатая колокольчатая. Верхняя губа чашечки состоит из широкого округлого зубца, нижняя, из четырех яйцевидно-ланцетных, заостренных зубцов. Плод состоит из четыре орешков, заключенных в остающуюся чашечку. Орешки голые, черные, слегка трехранные, обратные яйцевидные, длиной 1,2-1,5 мм. Цветет с июля до сентября, на юге, до середины ноября. Плоды созревают в сентябре-ноябре. Выращивание. Разводят базилик семенами с предварительным выращиванием в парниках. Для выращивания рассады требуется 40-45 дней. Посев ведется в марте-апреле при температуре в парниках 20-25 градусов. С высадка в грунт производится в мае. Рассаду необходимо часто поливать теплой водой. Заготовка. В лечебных целях заготавливают надземную часть базилика. Уборка урожая для получения эфирного масла производится в фазе начала созревания семян на ветках первого порядка, что соответствует накоплению растениям наибольшей массы листьев. Траву скашивают на высоте 8-10 см от поверхности до наступления осенних заморозков. Скошенные растения после сушки подвергают обмолоту для измельчения массы и отделения крупных стеблей от семени созревших семян. Сырье хранится в сухом закрытом месте. Перегонку эфирного масла производят с помощью и водяного пара как из сухого сырья, так и сырой массы растений. Химический состав. Содержание эфирного масла в растении зависит от условий выращивания и фазы развития и колеблется от 3,5 до 5%. Эфирное масло содержится в листьях 1,66%, в соцветиях 1,5-3,5%, в стебле до 0,3%. Основным компонентом эфирного масла является ткомфора, хорошо растворимая в спиртах, углеводородах, эфирах и кислотах, растворимость в воде очень мала. Масло содержит в себе, кроме комфоры, депентин, терпенолин, кремин, лимонин, сабинин, камфин, венгл, визоболин, бензоин и альдегитос и сквитерпеновые спирты. Целебные свойства. Препараты базилика обладают противосудорожным, антисептическим, спазмолитическим, противовоспалительным и более утоляющим действием. Они усиливают секрецию пищеварительных желез и способствуют увеличению молока у кормящих матерей. Применение комфоры основано на ее способности возбуждать центральную нервную систему, особенно центры продолговатого мозга, усиливая деятельность сердца. Применение в медицине. Препараты базилика применяют внутрь при эпилепсии, судорогах, мигрене, хроническом гастрите с секреторной недостаточностью, хроническом колите, альгодисминории, гипогалактия, наружно, при экземе, дерматитах, угрях, катаральной ингине, генгивитах, стоматитах. В медицинской практике комфоры применяются внутрь в виде инъекций комфорного масла при ослаблении сердечной деятельности, асфиксии, коллапсе, отравлении наркотическими снотворными средствами. В больших дозах применяется для судорожной терапии, при лечении шизофрении. Комфора малотоксична. Местна оказывает раздражающее и антисептическое действие, в связи с чем используется в виде мази и в тирании при миозитах, невритах, ревматизме. Из базилика делают обливание при ожогах. Он очень полезен при прыщах во рту и улучшает кровообращение мозга. В народной медицине базилик применяется при ревматизме, головной боли, рвути аминарии, слизистый настоя зремен прикладывают в виде компрессов при воспалении глаз и трещинных насосках. Некоторые знахари пользуются базиликом для добывания ядовитой лунной жидкости. Они советуют собирать его при солнце в созвездии рыб и при луне в созвездии рака. Лекарственные препараты. Настой. Заварить 1 стаканом кипятка 1 станция л измельченного сырья. Настойить в течение 1 час. Процедить. Пить по 1-3 стакана 3 раза в день. Применяй также для протирания кожи при угрехах.